Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове хотят повысить тариф на содержание жилья. Об этом на заседании комиссии Гордумы по транспорту ЖКХ и экологии сообщил начальник Департамента экономического развития Мария Евгений Рыбников. Плату хотят поднять на 15%, но коснется это не всех домов в Кирове. В частности, под повышение должны попасть дома, в которых собственники не выбрали способ управления. Дома из муниципального и госфондов, в которых живут наниматели. А также дома, у которых выбрана управляющая компания, но не определен размер платы за содержание жилья. Чиновник отметил, что тариф не менялся с 2018 года. Попадут под новые условия около 300 домов в Кирове. В Кировской области выявились 17 нелегальных кредиторов. Такие данные за 2022 год приводит региональное отделение Банка России. Эти организации не состояли в соответствующих реестрах. Разрешительных документов на осуществление деятельности у них не было. При этом деньги такие компании предлагают, как правило, без справок и поручителей. А после могут использовать незаконные методы возврата этих средств. Все выявленные нелегальные кредиторы включены в список организаций с признаками нелегальной деятельности. В эфире «Экономика». На ремонт ротонд в Александровском саду потратят более 12,5 миллионов рублей. На то, чтобы привести в порядок береговую ротонду, потребуется 6,5 миллионов. На ремонт ротонды на центральной аллее парка необходимо 6,2 миллиона рублей. По данным городской администрации, в бюджет Кирова внесены соответствующие поправки. Их рассмотрят на заседании Думы в конце февраля. Кроме того, средства также будут выделены на ремонт входного портика – 1,6 миллиона рублей и чугунные ограды – 1,2 миллиона рублей. Все они являются объектами культурного наследия, отмечают в мэрии. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73,86 рубля, евро 79,36. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова